Народный каток на набережной Хабаровска практически готов принять любителей покататься на коньках. Сейчас идут последние приготовления площадки. Что на ней появится и как она будет работать, в том числе во время новогодних праздников, расскажет Павел Игошин. Сейчас по катку на набережной рассекает только ледозаливочная машина. Но уже с 5 декабря смогут кататься все желающие. Здесь появится игровая зона для детей, распределят площадки для хоккея и занятий кернингом. Каток народный, самый большой на территории всего Дальнего Востока. Больше, чем в Хабаровске на стадионе Ленина катков нет. Хабаровский край гордится тем, что является законодателем в этом направлении. На прилегающей катку территории также навели красоту для детей. Родители установили топиарные фигуры из тигра, медведей, снеговика и оленей. Вышла отличная фотозона. Посмотреть, как украсили городскую набережную к Новому году. Прибыл в рио губернатора. Подобную обстановку он хотел бы видеть в каждом дворе во всех районах края. Надо все управляющие компании нам настроить на то, чтобы в каждом дворе был каток. Ну и плюс горки, плюс елки к Новому году. Нужно создать праздничное настроение. Тем более сейчас у нас в эпоху коронавируса не так много возможностей, чтобы отдохнуть. Михаил Диктирёв осмотрел и универсальный спортивный комплекс на набережной. В прошлом его именовали Ледовым дворцом. В нем организовали прокат коньков. Будет у вас социально дистанцировано? Да, обязательно. Чтобы катание в этом году стало семейным видом отдыха, в рио губернатора обсудил с предпринимателем систему скидок на прокат коньков. Мы не можем надавить, но можем попросить предпринимателей установить льготные цены для многодетных семей и для других социально незащищенных категорий. Я считаю, что мы сегодня хорошо поговорили с предпринимателем, кто здесь работает. Он обещал пойти навстречу. Неподалеку от проката коньков открыли музей спортивной славы Хабаровского края на стендах атлеты, которые прославляли наш регион. Многих из этих спортсменов я знаю по прежней работе. Причем весьма неплохо. Вся история рассказывает о ведущихся спортсменах в этом году на десятилетие. В здании универсального спортивного комплекса откроют фудкорты и украсят стены новогодней атрибутикой. Так, несмотря на отмену массовых празднований и корпоративов, жители Хабаровска и гости города смогут почувствовать праздничную атмосферу. Плюс в школах и в детских садах все новогодние мероприятия сохраняются. Другое дело, что в усеченном режиме, но праздник у детей мы украсть никому не дадим. Праздничное настроение должно быть у всех. Павел Игошин, Василий Ермаков. Смотри Хабаровск. Каток на набережной украсит иллюминацией. После заката солнца на льду будет сиять подсветка. В лед вмонтировали изображение герба и флага Хабаровского края. Так, во время сложной эпидемиологической обстановки каток на свежем воздухе станет одной из зон притяжения и оздоровления. Продолжение следует. Продолжение следует.